В четырех регионах Казахстана из-за метели, гололеда, мокрого снега закрыты трассы. За минувшие выходные на дорогах страны произошло около 30 дорожно-транспортных происшествий. Спасатели вызвалили из-за носов более 70 человек. Где погода бушует сильнее всего и что нас ждет в ближайшие дни, расскажет Людмила Батюшкина. Прикновая машина. Прорезалась газель. И горит. Имеется пострадавший, но не тяжелый. Видимость нулевая. Большинство ДТП произошли из-за нулевой видимости и гололеда. Эта авария спровоцировала самую большую пробку. На дороге Норсултан-Щучинск скопилось больше 800 машин. В дорожных авариях за выходные погибли пять человек и 22 получили травмы. Вот так выглядела сегодня карта предупреждения об опасных погодных явлениях. Ночью трассы были закрыты в восьми регионах с часу дня в четырех. Самые сложные погодные условия в Павлодарской области. В центре страны метель, мокрый снег, туман и очень скользко. Закрыты были почти все дороги. Машины застревали, спасатели и полиция работали в экстремальных условиях, помогали вызволять застрявший транспорт. Для того, чтобы не собирать большой поток транспорта, нами принято решение сопровождать транспорт силами батальона патрульной полиции. С утра порядка 800 машин мы уже сопроводили. Это туда и обратно получается, в две стороны. На севере спасатели доставили до кареты скорой помощи роженицу. В Павлодарской области ветер сорвал крыши с двух сельских школ. Несколько поселков Карагандинской области остались без света, воды и связи. Убедительная просьба к населению воздержаться от выезда за пределы города Караганды, следить за информацией об изменении погодных условий и открытии и закрытии автодорог в средствах массовой информации. Уже завтра в Казахстан придут морозы. Синоптики обещают до минус 33 градусов. На севере и востоке в центральной части страны сохранятся сильный ветер, местами туман. В Жамбылской области обещают снег и гололёд, а на юге страны и в Алматинской области дожди. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Ещё больше важной и интересной информации на нашем ютуб-канале Информбюро 31. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей. Ирина Нинашева, Информбюро. Продолжение следует...